Кто-то настоящий Лондон? Я использую ханглородку. Я учитель. Да, я учитель. Программа Lingafon. Здравствуйте. Я Вела. Я Оля. Это программа Lingafon на 101FM. Ведущая Ольга Болезина, Вера Власова. И наш преподаватель китайского языка Евгений Диханов. Он же руководитель китайского центра при Лингвистическом центре Reload. Здравствуйте. Здравствуйте. К разговору о китайской еде, о которой нам Евгений в прошлый раз поведал настолько аппетитно, настолько вкусно, что мы решили эту тему развить. И сегодня мы, я думаю, что применим практически наши знания китайского объёма. В прошлый раз Евгений рассказывал истории о джунгоцхай, о китайской кухне. А сегодня мы будем практиковаться для того, чтобы у нас потом получилось, вдруг мы окажемся в Китае, этот джунгоцхай попробовать. И чтобы не казаться лауваями всем местным жителям. Кстати, про лауваев. Вот давайте вспомним, что принято или что не принято, допустим, заказывать в Китае. Потому что всем известно про капучино и Италию. Если ты заказываешь после обеда капучино, то все сразу на тебя смотрят. Ну, ты такой турист, понятно, ничего в кофе не понимаешь, это же только на завтрак. Ну, ладно, сделаем тебе. Есть ли в Китае какие-то такие вещи? Ну, на самом деле, очень часто вот эти самые лауваи приезжие, они, когда заказывают еду, они игнорируют рис, как правило. То есть, у нас в понимании западного человека порционное блюдо горячее, но, как правило, далеко не все едят его с гарниром. Ну, и, соответственно, в Китае тоже этот рис, что вы мне тут принесли, я этого не заказывал, и оставляют чашки с рисами. Притом они оплачивают, потому что это идет в сумму заказа, но чашка риса остается нетронутой. Это вызывает такие подозрения, и сразу ставят на тебя клеймо лауваи, то есть, тут ты уже не отмоешься. То есть, обязательно надо этот рис что-то с ним сделать, поковырять. Нет, в Китае принято, что рис – это как хлеб. То есть, если ты оставляешь хлеб, допустим, нетронутым, то это, ну, это, не думаю, что тебя красит. То есть, ты должен хотя бы из уважения пару рисинок съесть или хотя бы его поковырять. Рис всему голова. Да, чтобы понять, что не просто пришел, съел одни, допустим, овощи, если ты вегетарианец, и берешь только овощи, а рис у тебя стоит нетронута. Надо съесть все для лучшего вкуса, для лучшего насыщения, и вот. А это не будет, скажем так, жестом не только неуважения, но и какой-то вот русской, как это назвать-то, вот, когда ты поглощаешь все. Все, несите мне, сплачу за все и съем половину. Нет, на самом деле, как я уже говорил, китайская порция еды, она в принципе большая. То есть, редко кто вообще все съедает. Это надо быть очень сильно голодным по китайским меркам, чтобы съесть все. И для китайцев, в принципе, норма оставлять в одном блюде полблюда в другом и брать, просто комбинировать, создавая у себя во рту некое ассортия, оставлять там в чашке по 30% блюда. То есть, это вполне нормально. Главное попробовать все. Да, главное попробовать все, насытиться, то есть, чтобы у тебя было разнообразие на столе, чтобы радовало глаз, и ты съешь столько, сколько наешься. Съел, не съел, вообще роли не играет. Кстати, мы можем сказать, что я голоден, да? Во эло. Во эло. Во эло. Во эло. Эло. А как сказать, я сыт? Чи-бало. 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 Во чи-бало. Во чи-бало. Чи-бало. Ба-ле. Ба-ле. Во чи-бало. Да. Так, и еще вспомним рис-фан. Ми-фан. А хлеб? Если он существует... Мен. 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 Можно ли заказать мен и фан одному человеку за один прием пищи? Ну, как правило, как сказала Вера, правильно сказала, что рис – это как хлеб, то есть всему голова. То есть у нас бы подали кусочек хлеба черного или белого, а там скорее подадут чашку риса и все. Хлеб – это, во-первых, в Китае хлеб не пресный, а сладкий. То есть о пресном нормальном хлебе, как мы привыкли все жители России и Запада, в принципе, можно забыть. То есть он сладкий. И даже если ты покупаешь совсем, без всяких добавок вам все равно будет сластить. То есть об идее создания бутербродов или уж тем более сэндвичей можно забыть? Ну, многие пытаются, но вкус очень сильно меняется в силу того, что ты берешь вроде бы молочный хлеб, а он совсем очень отдает сладкими нотками. И ты такой, что это вообще? Наверное, из-за соевого молока как раз, да? Такой эффект получился. А что они тогда делают с хлебом, с меном? Они вообще используют хлебобулочные изделия для изготовления бинов, то есть это такая лепешка, как я уже говорил ранее, и просто добавляют туда различные добавки, мясо, овощи, различные еще добавки, потом специи, грибы. И продают это все за милую душу, и это считается как лепешка. Это а-ля пирог? Нет. Завернуто туда все? Нет, это такая круглая лепешка, плоская, и внутри с начинкой. Пирог. Мини-пирожок такой, да. По китайским меркам, только он практически всегда круглый, потому что у них бины, в принципе, все имеют круглую форму. То есть другой какой-то там форма нашего русского пирожка с картошкой в виде такого цилиндра у них вообще в принципе не существует. У них все такие бины, они круглые, как правило. А студенты, как я понимаю, питаются в столовых, да, где вам приходилось? Ну да, студенты питаются в столовых, но просто между первой и второй парой особенно времени нет. Хотя там между первым и вторым уроком, потому что в Китае, в принципе, уроки, а не пары. По 40 минут? Да, по 45. Особенно никуда не сходишь, то есть, соответственно, ты спускаешься в магазин на первый этаж, покупаешь эту же бутылку холодного чая, этот бин, и в принципе, будь доволен наесться. Ну и можешь еще взять какую-нибудь мантхоу, это из теста вообще никак не обработанного, не обжаренного, то есть такое, как оно называется, тесто на пару, также с мясом, и тоже съесть это тоже такой своего рода хлеб. Но он не отличается полностью от нашего хлеба, в плане того, что он не зажарен, то есть он белого пресного цвета, подчас просто вкус меняется из-за начинки. Ну, либо вот такой мантхоу, либо бин, и, пожалуйста, иди дальше учись. А как столовая? Да, про столовую заговорили, давайте продолжим эту тему. А столовая как будет на китайском? Цханькин. 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 Да, цханькин. Похоже на кантин. Да, на кантин, похоже, можно попробовать, запомнить. Цханькин, да. А еще какие есть заведения, как они называются, похож ли ресторан на ресторан? Как мы привыкли. Да, по звуку, по звучанию это слово. Ресторан это будет фантьен. Фантьен. Да. От слова фан, рис. Да, от слова фан, рис. И это просто, я бы сказал, что это скорее такая забегаловка в китайском стиле. Ну, понятное дело, что внутри также стоят традиционные, в понимании ресторана, столики со стульями в количестве от трех до пяти. Бывают большие банкетные столы. Как я поняла, официанты там есть. Да. Как называют официанты на китайском? Официант – это фу юань. Фу юань. Да. Практически дословно это переводится как обслуга. И это включает в себя не только фу юань, это вообще именно человек, который занят в сфере обслуживания. Притом это может быть как в магазине, в ресторане где-то, либо еще. Все вот обслуживающие весь персонал. То есть все горничные. Да, где бы вы их не встретили, это все фу юань. Даже в общежитиях для иностранных студентов там тоже есть, которые меняют белье, следят за общим чистотой, так сказать, в помещении. Это все вот оно. А как в таком случае подзывать официанта, когда мы пришли уже за столик сирии? Нет, громко кричать как бы именно в атмосферу, просто в фу юань, и они подходят и заказывают. А если подойдет мне официанта, а уборщица там, к примеру? Нет, они в этом плане понимают, что… А если действительно нужна уборщица, мы что-то пролили, допустим? Или это входит в функции официанта? Это все входит в функции официанта. Универсально, удобно. Ну, а вообще, вот мне интересно, ничего я не знаю по-китайски, приехала в Китай, смогу я со своим там корявым английским как-то объясниться? Или лучше все-таки запомнить там пару фраз вот в фу юань или еще что-нибудь? Ну, в фу юань лучше запомнить, а в плане того, что заказать на ломаном английском, то, я думаю, проблем не составит, потому что там, в принципе, можно просто, открыв меню, соответственно, заказывать пальцем. По иероглифам что-то понять, да? Да, и попытаться именно пальцем заказать, что это, 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 ну и там на словах в количестве от одного до трех показать, сколько именно порций вам надо. То есть я тут думаю, что проблем не будет. Так что давайте какие-нибудь еще фразочки возьмем, чтобы было попроще. К примеру, раз уж мы в Китае, давайте скажем, что мы плохо знаем язык, да, вот то, что базовое такое, чтобы нас понимали, чтобы без которой никуда нельзя ехать. Значит, фраза, я не говорю по-китайски, это во, пу, хуй, шо, джунвэн. Во, пу, хуй, шо, джунвэн. Джу? Джунвэн. Джунвэн. Да. А как это разобрать на… Я не могу говорить по-китайски. А, джун – это Китай. Джунвэн – это, да, это китайский. Вообще для определения языка существует два понятия. Джунвэн – это письменный, то есть как русский литературный, мы бы сказали, так же и китайский именно литературный, потому что вэн – это письменность, то есть письменность срединной империи, вот, китайская. Вот, а еще есть ханью – это вообще просто как китайский язык. Именно вот в таких вопросах, когда я не говорю по-китайски, то чаще всего говорят именно джунвэн. То есть ханью – это… Ханью, да. Ханью. Да, это вообще в принципе китайский язык. Ю – это язык, а хан – это там династия хан, с которой все в принципе пошло в употреблении стандартизированного китайский язык изучаться. А русский язык будет лаусы вэн? Нет, э вэн, просто э из э лаусы и добавляется это вэн. А английский? Ин вэн. Ин вэн? Да. Так, ну давайте еще раз скажем, что мы все-таки по-китайски не говорим, потому что другие кое-как освоили вроде бы. Во. Угу. Дальше. Пу хуй. Во пу хуй шо джунвэн. Правильно. Во пу хуй шо джунвэн. Во пу хуй шо джунвэн. Во пу хуй шо джунвэн. Во пу хуй шо джунвэй. Джунвэн. Джунвэн. Да, там твердое окончание вэн. Джунвэн. А как сказать «я не понимаю»? Во пу мин бай. Во пу мин бай. Пу мин бай, да. Я, не. Мин бай – это понимать. Это английское understand. То есть. Мне кажется, вот это проще будет. Во пу мин бай. Да. И все, я от тебя отстану сразу же. Ну да. То есть, когда вы говорите, что вот эти две фразы… Махнут рукой. Нет, я думаю, рукой-то не махнут. Просто там вообще в Китае принято помогать. И когда, допустим, они понимают, что разговаривают по телефону, лично, с глазу на глаз словаем, то они, как правило, естественно, смеясь… Содействуют. Смеясь, убегают искать среди персонала человека, который хоть маломальски говорит по-английски, чтобы вы не чувствовали себя белой вороной. И он приходит и начинает, конечно, это… Не всегда это срабатывает, потому что может так случиться, что его английский хуже, чем ваш. То есть, тут начинается игра, кто кого лучше поймет, но, кроме того, они стараются помочь. То есть, там с английским примерно так же, как в Кирове, мне рассказывают истории про то, как иностранцы здесь сталкиваются с огромными трудностями, чтобы спросить у кого-то дорогу. Просто люди убегают от них, они даже не пытаются найти кого-нибудь, чтобы помочь. Даже не смеясь, просто убегают. Когда мы приходим в ресторан, то, что мы называем ресторан, нужно ли предварительно заказать столик как-то по телефону или у администратора осведомиться о наличии свободных столиков? Ну, только если это какой-то такой экстраординарный повод, когда там банкет, когда надо запредельное количество свободных сидячих мест к такому-то числу было приготовлено. А вообще, как правило, куда бы вы ни зашли толпой от трех до семи человек, всегда места есть, потому что поток едящих сменяется, то есть столики занято, освобождено. То есть нет такого, что прям все занято, когда не приди. То есть это, я думаю, как везде. А долго ли принято засиживаться за едой? Засиживаться за едой сколько угодно. Лимиты, наверное, какие-то есть, но вообще за ними сильно не гонятся. То есть за вами не будут следить, что как только последний человек из вашей компании доел, то надо сразу уходить. Нет, сидите, пожалуйста, никто никуда никуда не гонит. Все толерантно, спокойно. Главное, заплатите, а там делайте вообще, что хотите, хоть до закрытия. А долго ли приходится ждать меню? Приходится ли его просить? Как это бывает? Ну, как правило, официанты сразу приносят сами. Они идут уже со стопками в количестве человек, которые пришли. Может, там чуть меньше, потому что часто меню дается на две персоны, чтобы для удобства или просто в ресторане больше нет, не напечатали. Но вообще они сразу приносят меню, ну и, соответственно, там также можно сделать вид, что сразу заказ не закажется, да и часто они это сами понимают, что окей, подойдем там через 5-10 минут. То есть никто вас торопить не будет. А как меню будет, по-моему, китайский? Май цхай. Май цхай. Цхай еда, а май? Май – это покупать. И еще слово одно есть – цхай ген. Цхай тьен. Цхай ген, да, это список еды. Цхай ен. Цхай ген. 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 Там «д». Ген. Цхай ген. Цхай ген. А ген – это что такое? Лист, список. И давайте тогда еще пробежимся по перечню того, с чем мы в ресторане встретимся. Допустим, палочки как будут, которые нужно принести? Палочки будут у нас квайдзы. Квайдзы. Да. Квайдзы. Ну, по остальным приборам мы не спрашиваем, да, потому что мы уже узнали, что их не существует в Китае. Ну, можно спросить ложку, про которую я говорил, это будет шаодзы. Ложка такая, которая больше поварешка, да? Да, больше маленький уменьшенный паломник, да. А тарелки? Тарелки у них особо так не при... ну, то есть там чаще приносят именно тарелки круглые, как ванн. Типа, ложки. Нет, именно как глубокие, да, такие пиалы, это будут ванн. А как спросить, как это есть? Джетсхай, это блюдо. Дзэмачи. Джетсхай, дзэмачи. Джетсхай, дзэмачи. Джетсхай, дзэмачи. Нормально отнесутся к такому вопросу? Ну, вообще, я думаю, что улыбку это вызовет, потому что как бы это сразу, опять же, проявит ловая на 100%, тут как бы сомневаться не приходится. Но они могут просто протянуть вам палочки, чтобы у вас сложился... ими оперировать. Примениться. Интересно, что страшнее, спросить, как это есть или есть неправильно? Я думаю, что страшнее именно спросить, потому что на то, как вы будете есть, никто вам не скажет вообще ничего. Ну, могут там где-то вдалеке увидеть, заметить. Пофотографировать и вложить в Инстаграм? Нет, Инстаграма в Китае нет. Начнем с этого. Искусство фотографии еды у них ни разу. Нет, потому что, в принципе, китайский фаерволб гид, нету Ютуба, нету Фейсбука, нету Инстаграма. Телеграму только всему голова. И телеграму тоже нет. А что есть? А ничего, они просто... Они разговаривают друг с другом. Да, они отправляют... Печатают фотографии на бумажных носителях. Нет, они используют свои мессенджеры, то есть это тот же WeChat, который очень популярен в Китае. Естественно, их же много. Да, и, конечно же, еще есть мессенджер как QQ. Это что-то типа как китайская Аська. И, соответственно, в тех мессенджерах будут ходить фотографии лауаев, которые неправильно едят, но Инстаграм их не увидит никогда, потому что, в принципе, пользователи нету. То есть мы можем не стесняться. За свою репутацию, не боясь. Кстати, как повар будет? Дзо цхай джен. Дзо цхай джен. Дзо цхай джен. То есть человек, готовящий еду. Дзо цхай джен. Да. Вообще дзо цхай — это готовить. Дзо — это делать. Цхай. А что еще можно дзо? Дзо фан. Это тоже дзо цхай. Дзо фан. То есть это... Нет, фан — это не только рис. Фан — это вся еда. Это как цхай, фан, то есть это синонимы. Еще что можно делать? В принципе, практически все. Дзо уроки. Дзо уборку. Дзо е. То есть это делать уроки. Дзо дзо е. Дзо дзо е. Дзо дзо е. А почему два раза дзо? Потому что дзо — это первое делать, а второе дзо е — это задание. То есть домашнее задание. А уборку? Это цхай. Цхай джен. Это совсем другое. Цхай — это протирать, и джен — это комната. То есть протирать комнату. То есть такая влажная уборка. Цхай дзен. Цхай дзен. Дзо цхай дзен. Опять же «д» на конце. Цхай дзен. Да. Мы знаем, что повар дзо цхай джен. Дзо цхай джен, да. Дзо цхай джен. Как его, не знаю, похвалить, когда тебе что-то понравилось? Ну, как правило, повара в ресторанах вы не видите. То есть можете так сказать, что просто официанту говорите, что всё вкусно, и он, наверное, там передаёт. То есть, чтобы сказать «всё вкусно», то надо сказать «тоу ши хаучи». Тоу – это всё, «ши» – это есть, и «хаучи» – это вкусно. То есть всё вкусно. Сейся и в конце. А невкусно? Пу хаучи. Пу хаучи. Да. А можно сказать «пу хаучи»? Конечно, можно. Что с нами за это сделают? Ничего, просто, то есть, извиняться ещё за то, что, как бы, ну, извинить его от молоков. Так пожучилось. Вот вам десерт на соевом молоке. Нет, десерта никакого не будет. Просто извинения, извинения и всё. А бывают какие-то комплименты от повара? От заведения. От заведения. Грустно очень. А как вот, допустим, если мы идём где-то по улице, спросить у кого-то или там в нашей гостинице, у персонала, который называется в Фуюане, место, где хорошо готовят, я хочу туда пойти поесть. Где можно поесть? И хорошо готовят. Ну, можно просто спросить, где вкусная еда. То есть, хаучидацхай дзайна ли? Хаучидацхай? Дзай. Хаучидацхай дзай. Нали. Что здесь что? Хаучидацхай дзайна ли. То есть, хаучидацхай – это вкусная еда. Дзай – это где. А на ли? Нет, дзай – это в. То есть, соответственно, в – где. Ли – это тоже внутри. То есть, в каком месте вкусная еда. Хаучидацхай дзайна ли. Дзайна ли. А хорошо готовят? Дзо хаудацхай. Дзо хаучидацхай. Дзо хаучидацхай. То есть, есть посложнее фразочка, есть попроще, но примерно одно и то же будет. Дзо хаучидацхай. А есть ли завтраки, обеды, как они называются? Ужины, бизнес-ланч? Бизнес-ланчев, в принципе, нет. Есть просто завтрак, обед и ужин. Вернее, завтрак, начнем с него, это дзао цхань. Дзао цхань. Да, ранняя еда. Потом обед – это джун цхань. Джун цхань. Ужин – это ванцхань. Ванцхань. Да. То есть, соответственно, дзао – рано, джун – середина дня, и ван – ночь, вечер. То есть, поздняя еда. Или три раза едят. Ланч там что-то или какой-то типа брейк. Бывает? Перекусы. Да, перекус. Бывает, но, как бы, это, сказать, это не выделено в какой-то отдельный прием пищи. То есть, как бы, захотел поесть, пошел поел. То есть, как бы, это не нормируется, как у нас. Давайте теперь о напитках поговорим. Что принято заказывать, или, может быть, что-то уже выносится к еде, которую мы заказываем? Нет, к еде ничего не вносится. То есть, все берется, заказывается дополнительно, как, в принципе, и у нас. Но чаще всего это вода, бутылка воды. Как будет вода? Шуэй. Шуэй? Да. И бутылка воды, и пхин шуэй. И пхин шуэй. Да, и пхин шуэй. Бутылка вода. Именно в бутылках приносит, не в стаканах? Да, именно в бутылках. И стаканов даже не приносит. Ну, приносит очень редко где. А вообще, вот, бутылка, напей. То есть, и в ресторане ты будешь пить из бутылки? Ну, там могут принести такой маленький стаканчик, чтобы уже совсем не было как-то... А это с чем связано? Лень посуду мыть, что ли? Это гигиена, мне кажется. Или какая-то гигиена? Да. Так, а и что еще бывает? Мы помним, что чай есть чхо. Чха. 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 Да, чха. Ну, как правило, такого горячего чая в нашем понимании у них нет. То есть, у них все, если вы приходите есть не в ресторан, а в какую-то забегаловку, то там чаще всего просто вам все напитки будут даваться в бутылках. То есть, соответственно, никто вам горячий чай в бутылку наливать не будет. Это просто будет есть чай. У них очень популярен холодный чай, который называется бин хунчха. То есть, холодный черный чай. Бин хунчха. Да, бин хунчха. А если какие-нибудь кока-колу, то там захочешь. Конечно, все это есть. Ну, и так и называется, наверное, да? То есть, кока-кола – это кхэлэ. Кхэлэ. Да. Допустим, потом спрайт – это сюэби. Сюэби? Сюэби. Сюэби. Тут я не слышу никакого звукоподражания. Это не оно. Да, это не оно. Это неподражаемо. Это просто бренд. Так, а фанта какая-то, меринда? Фанта – это фан-да. Мне кажется, я знаю, что буду пить, если окажусь в Китае. И меринда – это мей-нинда. Мей-нинда. Да. Только сюэби выделяется своей особенностью, а все остальное – это подражание. А соки подразделяются ли на пакетированные и свежевыжатые? Есть такое? Свежевыжатых очень редко где. Это просто какой-нибудь тетропак. Притом, качество соков вообще в Китае оставляет желать много лучшего. То есть у нас качество продукции данной, оно лучше. То есть тебе просто могут привезти разбавленное варенье на воде. И при том, по вкусу это будет именно так. То есть это не как сок у нас яблочный. Берешь и прям, о, прям сок. Ну, это примерно хотя бы натурально. Да, апельсиновый сок – это вот очень редко где. Это прям… Конфитюр с водой. Возможно, даже так, да. Безболтать еще перед тем, как надо. Да, и немножко сахара добавить, чтобы… Еще о напитках давайте поговорим. Какие есть еще напитки? Ну, уж давайте про алкоголь. Давайте, прям напрямую. Чтобы не ходить на алкогольное. Да, мы недавно выяснили, что в 2007 году, да, Оль? Да, по-моему, в 2007 году Китай был лидером по производству пива. Что там, все любители пива? На самом деле алкоголь китайцы любят. Практически алкогольную продукцию можно встретить практически везде. Как в столовой, например. В столовой она тоже есть, но ее поменьше. Ну, в каждом магазинчике есть спиртное пиво. Чаще всего ходовой товар – это пиво и водка. То есть вина… Давайте сразу назовем. Окей. Пиво – это питью. Питью. Да. А водка – это байчью. Байчью. Да. Специально назвали такими простыми словами. Что питье – это пиво. Сразу понятно, что пить – пиво. Да. Допустим, вино красное – это хунтью. Хун – это красный, а тю – это… Вообще вот этот тю – это алкоголь. Вот. Ну и, соответственно, вино больше продается в каких-то супермаркетах больших. А водка и пиво, в принципе, можно найти даже в магазине внизу своего же общежития. То есть, пожалуйста, вперед. Еще насчет клубов скажу. Алкоголя там. Вход бесплатный во все клубы. И алкоголь для иностранцев тоже бесплатен. Что? Да. Он бесплатный, в принципе. В чем подвох? Подвоха нет, видимо, только что… Это компенсация за все остальные неудобства. Ну да. То есть, как бы там плюс тебе к алкоголю приносят фруктовую корзину. То есть, там в этом плане, пожалуйста, вот, все для вас. Ну, правда, мне говорили, что там кое-где алкоголь бывает паленым. То есть, как бы там надо на свой страх и риск, но он бесплатен. Абсолютно. К сожалению. Ясно. А что касается вождения в пьяном виде за рулем? То есть, если арендовать машину или там своя есть, там эти промилле считаются ли у них? Ну, вообще, я думаю, да, считаются. Потому что, как бы, такая страна, которая следит за порядком везде, не думаю, что она прям так на попятную пойдет, если там кто-нибудь поедет вот с диким, так сказать, после хорошего веселья. Ну, а сами жители Китая как к этому тью относятся? Да, за милую душу был бы только повод. До какой степени? Ну, я... Все-таки умеренно и в рамках приличия. Не все и не всегда. Наше время сегодня подходит к концу. Опять много чего мы не успели, к сожалению. Ну, мы еще наверстаем, я уверена. Да, давайте напомним нашим слушателям о том, что в центре Relot проводятся группы, набираются по изучению языков не только китайского, который мы с вами здесь все вместе учим. Счастливо, но и по европейским языкам. И вот, в частности, нам сообщили, что скоро уже можно будет изучать итальянский язык с носителем. Да, вроде как уже со следующей недели. Так что приходите, записывайтесь, подключайтесь, да, и слушайте программу Lingofon на 101.0. Каждый четверг в 2 часа дня. В субботу мы выходим в повторе в 11. И на сайте eho.kirova.ru наши все передачи можно найти и все повторить, если вы не запомнили, как я. Зайтиен. Зайтиен. Да, тя, джайтиен.